Друзья, всем привет из Модене. Сюда обычно приезжают, чтобы покататься на Феррари, но я сегодня в гостях у другой компании и рассказывать буду про другие автомобили. Это фирма Ares, которая называет себя клиникой автомобильной пластической хирургии и всячески боится слова тюнинг. Я раньше тоже думал, что тюнинг, он и в Африке тюнинг, как его не назови, но увидел машины, которые делают здесь и изменил свое мнение. Наглядный пример вот этот Bentley Mulsanne. Посмотрите на него внимательно и посчитайте двери. Это больше не седан, а купе. Но если бы вы не знали этого, то я вас уверяю, с двух шагов вы бы не отличили этот автомобиль от серийного Bentley, потому что никаких признаков тюнинга на нем нет. Это просто Bentley купе и не важно, что такого автомобиля не выпускают на самом деле. Это только один пример. Здесь еще делают Porsche 911 GT3 Targo. Тоже машина, которой нет в линейке Porsche. Занимаются ребилдом старых автомобилей, когда в оболочку классических спорткаров помещают начинку от современных моделей. Ну и конечно, обычный тюнинг тоже куда без него. Вы видите, за моей спиной полно гелендвагенов, S-классов, есть даже V-класс. Вот Rolls-Royce стоит, их здесь переделывают, дорабатывают, но автомобиль, благодаря которому все узнали о компании Ares, вот он. Это Ares X-Rate или G-класс Гелендваген будущего, каким хотели его видеть создатели, ну и заказчики этой машины. Этот автомобиль стоит минимум 700 тысяч евро. Что можно сделать с машиной, за эти деньги? Ну смотрите, во-первых, здесь совершенно другие кузовные панели. Это не тянет на семь сотен, но все-таки за основу взяли старый гелендваген, срезали с него всю оболочку, обклеили, обвесили карбоновыми деталями, сделали дизайн, который напоминает концепт-кар G-Force, которым Mercedes показывал, куда мог бы уйти дизайн гелендвагена через несколько лет, но, как мы знаем, реальность оказалась совершенно другой. Mercedes сохранил дизайн классического внедорожника, и теперь X-Rate смотрится немного пришельцам с другой планеты, хотя и раньше он тоже выглядел инопланетянином. Посмотрите, например, на эти фары. Не узнаете? Это оптика от Mercedes C-класса, причем довольно простая. Я вижу, что это никакие не светодиодные фары, а просто базовые фары. Эти ребята взяли базовый гелендваген, выкинули из него буквально все и перестроили заново. Как вы видите, клетка салона осталась прежней, но внутри все будет другим. Другая передняя панель, другие кресла, другая отделка, естественно. И под полом кузова тоже все совершенно другое. В принципе, вот эта машина делается на основе обычного гелендвагена, но если клиент привозит любую версию, например, 4x4 AMG или даже трехосник, его все равно возьмут и сделают все, как скажет заказчик. В данном случае его превращают в некоторое подобие 4x4 AMG, потому что сюда тоже поставили портальные мосты, машина еще больше поднялась, огромные колеса. Но это получился не 4x4, но такой его аналог. Двигатель тоже вот AMG версии, восьмерка, битурбо, будет около 800 лошадиных сил развивать. К сожалению, поездить на этой машине не дадут. Обещали, именно ради нее я сюда ехал, но, как видите, работа еще целое море, закончить не успели, а это единственный автомобиль из этого проекта, который сейчас находится на стадии завершения, остальные уже раздали заказчикам. Вообще это довольно популярный массовый проект. Насколько я знаю, около 10-11 автомобилей было сделано, ну вот по цене, как я уже говорил, от семи сотен. А это Bentley Mulsanne Coupe. Такого автомобиля нет в производственной линейке Bentley. Проект, который ARES поставит на поток. Будет не только один автомобиль, будет несколько таких машин выпущено. Сейчас как минимум две машины существуют. Вот на одном из прототипов мы едем. Это прототип, незаконченная машина. Здесь еще много чего стоит доделать. Я пока садился в автомобиль, заметил, что дверь не очень хорошо закрывается. Ну и в остальном тоже хватает деталей. Итак, что они сделали с Mulsanne? Они взяли обычный седан и отрезали у него крышу полностью. Вот от этой точки, от начала стойки лобового стекла до задней стойки крыши, вверх абсолютно новый, потому что здесь другая пластика линий, другая геометрия панелей. Заварили боковины вместо задних дверей, сплошной борт. Передние двери удлинили, поставили новые боковые стекла и новый салон. Сзади здесь немного другие сиденья, чем были на исходном Mulsanne. Зачем такой автомобиль нужен? Да просто Bentley довольно долго выпускал купе Brooklyn, и у этих машин было очень много поклонников среди состоятельных людей. Но в нынешней линейке такой машины нет. И вот пришел один клиент и сказал, что так скучает по модели Brooklyn и по модели Marnage, что хочет сделать нечто такое на основе Mulsanne. Конечно, ему сказали, какие проблемы, дружище, за твой счет все, что угодно. Взяли Mulsanne и вот 700 000 евро. Но это включая исходную машину, которая стоит больше сотни, ближе к 200. Вот и получается, что примерно полмиллиона евро это цена работ. Немало, да, но на самом деле другие компании берут не меньше, а часто и больше. Например, и у Bentley, и у Ferrari существуют, и у Lamborghini существуют отделения, которые занимаются именно эксклюзивной доработкой и даже переделкой машин, но там ценники могут 1-2 миллиона евро. То есть, в общем, можно сказать, по-божески берут в Ares. Кроме работ по кузову, они доработали еще и двигатель. Здесь, в принципе, тот же самый мотор V8 Biturbo 6,75 литра объем, но после изменения программы управления он развивает 600 ежедневных сил, а не 535, по-моему, базовая версия. В остальном, в принципе, все осталось так же, как было. На ходу эта машина напоминает Mulsanne, насколько я помню, потому что я довольно давно ездил на Mulsanne. Быстрый, но тяжелый, очень ленивое рулевое управление, хотя вот какие неплохие автомобили. Удивительно, что в результате переделки получилось сбросить вес 300 килограммов, 300! Они избавились от нескольких лишних деталей в кузове, в отделке, хотя этого незаметно внешне. Поменяли колеса, и в итоге говорят, что машина полегчала на 300 килограммов. Это огромный просто результат. Вдобавок доработали двигатель, я уже говорил, 600 лошадиных сил, он теперь развивает 1200 ньютон-метров. Динамика, конечно, изменилась, но мне показалось, что машина стала жестче. Она подробнее повторяет профиль дороги и неровности по сравнению с тем, что я помню про Mulsanne, ну и по сравнению с тем, как вообще должен ехать автомобиль за 700 тысяч евро. Финальная цена сильно зависит от оснащения и от индивидуальных пожеланий клиента, и будет объявлено позже, когда этот проект закончится. Итак, всего 7 заказов сделано, но еще будут заказы, конечно. Однако Ares не собирается выпускать больше 10-15 машин в целом. И, по-моему, это как раз вот очень показательный, самый показательный пример той автомобильной пластической хирургии, или пластической автохирургией, которой занимается Ares. Практически никаких дополнительных деталей, то, что можно было бы назвать словом тюнинг, в дизайне не появилось. Хотите так, сделаем двухдверное купе. Если хотите, сделаем универсал, я думаю, это тоже возможно. У них в проекте есть Tesla Model S, универсал. Есть Ferrari седан, готовится. В общем, никаких ограничений. Субтитры создавал DimaTorzok